Друзья, добрый день! Сегодня необычное видео из разряда топ-5, что вы можете сделать дома во время карантина, когда в другие дни вы никогда в жизни этого не сделаете, только по случаю крайней необходимости. Что меня подтолкнуло? Естественно, это будет касаться технической тематики, но сначала вступление. Понимаете, что меня к этому подтолкнуло? Это жуткое возмущение. У меня Google там иногда подсовывает статьи, которые можно почитать. И я читаю одну из статей на каком-то, неважно, на одном из авторитетных источников. Там что-то 50 тысяч просмотров в итоге была. Тема. Как провести время с семьей? Топ-10 фильмов для просмотров в кругу. Ребята, вы что там, обалдели что ли? То есть провести время с семьей, это посмотреть фильм? Это с семьей? Сесть за диван, есть попкорн и смотреть телевизор, это провести время с семьей? Другим больше заняться нечего, то есть как втыкать в ящик? Просто почему меня это сильно возмустило, я вам расскажу пример. Года, наверное, три назад, вряд ли эти люди меня смотрят, поэтому я про них могу рассказать. Это было в Одессе, Глушко, угол Королева. Я пришел чинить стиральную машинку, однокомнатная квартира. Меня встречает супруга, жена, ну не моя, естественно. И, знаете, я так прохожу мимо этой однушки, смотрю в комнате, в однокомнатной стоит два компьютера, сыну лет пять. Папа с сыном на разных компьютерах играют в шутер, а не стрелялки, понимаете, ребенку лет пять. И там такое все, кровища, разлетается. Я прошел мимо двери, ни тот, ни другой на меня даже и не посмотрели. И женщина, жена вот завела меня в ванну, я починил. Короче, сделал, вышел, ноль. Ситуация не поменялась, они там где-то стреляли. Прошло месяцев, наверное, 7-8, я туда еще раз прихожу в эту семью. У них первый раз, по-моему, была помпа, второй раз стен или наоборот, но это не суть, важно. Знаете, вот ощущение дежавю, ничего не поменялось. Я прохожу, знаете, точно такая же квартира, точно такая же ситуация. Сын с отцом играются в какую-то игрушку, я не в, знаете, боковым зрением там сильно заметишь, какая игрушка, тем более я не играюсь в игры, я в них вообще не разбираюсь. Вот. И я им поменял, выхожу, и знаете, как-то вот совесть, как-то меня, знаете, вот, не совесть, не знаю, чувство внутреннего долга, что-то еще. Как раз вот эта вот жена говорит своему мужу, слушай, да хоть попрощайся с этим, с мастером, потому что он как раз нам сделал, все опять будет работать. И знаете, мужик так нехотя-нехотя встает из-за этого компьютера, вот это вот, а ребенок так продолжает играть в какую-то стрелялку, он даже не отвлекается. Я говорю, вы знаете, это не мое дело, говорю, я вот за полгода к вам уже второй раз. Говорю, вы знаете, говорю, ваш ребенок это смотрит лет пять, потому что у меня, говорю, старшему тоже лет пять, поэтому возраст могу определить. Говорю, ну вот, вы знаете, я к вам второй раз прихожу, он играет, говорю, в нехорошие, не очень хорошие игры. И тут папа выдает, понимаете, ответ, от которого спустя несколько лет я в шоке, понимаете, он думает, что он умные вещи говорит. И он не отвечает, как бы, почему его ребенок сидит за компьютером. А что ему, за телевизором сидеть? То есть других вариантов нет вообще, вот как может папа провести время с сыном. Это только играться в компьютер. Ребята, это современное поколение, вы что там вообще уже с Луту съехали? То есть вариантов нет вообще, вот пойти на улицу, это же не карантин, это было два-три года назад. Пойти на скорплощадку, покататься на велосипедах, поиграть в какую-то настольную игру, почитать с ребенком, поговорить. Представляете, с детьми еще нужно говорить, можно поговорить с ребенком. Да вариантов же куча. Просто ребенку что-то рассказать, вообще пообщаться с ним. То есть, а что ему, за компьютером, за телевизором сидеть? И вот, как вы знаете, вспоминая вот это вот все, это такое длинное вступление в 4 минуты, то, чем это оно будет полезно и для мужчин, и для женщин, то, чем можно заняться на карантине. Так вы никогда это не сделаете. Первое, у вас в доме есть много техники, которые портятся от грязи, от пыли, от всего. Первое, что вы можете сделать, от души, это взять свой пылесос, разобрать его весь, ну, я имею ввиду, что позволяет пользователь. Вычистить его. Хочу напомнить, что в современных пылесосах в основном идет больше, чем один фильтр. До пяти фильтров. Пять штук. Помните об этом. Очень часто про последние два, есть их три, люди даже не узнают. Первый из них обычно стоит после основного мешка, после основного мешка, еще один фильтр. И на выходе из пылесоса, особенно в Самсунгах, еще что-то, хепа-фильтры и так далее, еще стоит один фильтр. Про него вообще крайне редко вспоминают и почти никогда не чистят. А он забивается очень сильно. Друзья, у вас есть время. Взяли, разобрали, в крайнем случае даже посмотрели инструкцию, вы можете почистить пылесос. Второе. Вы можете почистить, это больше, наверное, к хозяйкам, вашу духовку. Потому что каждый раз, когда остаются... Ну, я не буду сейчас рассказывать, как ее чистить, потому что есть разные, там, каталитического действия и так далее. Потому что каждый раз, когда вы готовите пищу, вот эти вот остатки пищи с предыдущего раза, они перегрываются. И, естественно, оно добавляет определенный запах в приготовляемую пищу. Третье. Смотрите. Микроволновка. Почти все микроволновки, я больше чем уверен, но с 90% слушающих, внутри покрыты тонким слоем жира. Это когда вы забывали, что перегрели что-то еще, пища, борщ, я не знаю, там, рис, курица и все остальное начинало выкипать. И вот эти вот капельки жира, они разбрызгиваются по стенкам микроволновки, по стеклам. Это тоже можно все аккуратно почистить. Если у вас есть желание работать в какой-то рынок, вы можете поменять слюду. Это такая штука сбоку микроволновки, через которую бьет магнетрон. Вам нужно купить будет точно такой же кусочек, вырезать и поставить на то место. Объясняю почему. Почему? Очень часто, когда эта суета прогорает, во-первых, начинает микроволновка искрыть, во-вторых, есть шанс, чтобы вы спалите магнетрон. Просто люди ее не меняют до тех пор, пока микроволновка не сгорает. У вас есть замечательный шанс предотвратить, скажем так, это происшествие. Я потом дойду до самого интересного. Третье, что вы можете почистить, и четвертое, наверное, или третье, ваша посудомойка. Вытащить фильтр, взять тряпку, в самом низу, где у вас все спускается. Может быть, там у вас кусочек стекла, будьте осторожны, бывает такое, очень часто. Вымыть ее там всю, вот особенно там, где фильтр. Потому что хронические посудомойки, обычные посудомойки, хозяйки из посудомойки вынимают только фильтр, помыли, поставили обратно. Там никогда. Естественно, поскольку это остатки пищи, то это вызывает большое количество запаха, вони по-русски. И когда вы не чистите, то есть просто понимаете, когда у вас есть зрея, вы это можете почистить. Но обычно же как чистят посудомойку? А, вытащил, когда она уже показала, что уже все, я не пропускаю, вытащили, почистили, помыли, поставили обратно. Друзья, там еще можно внутри вымыть. Да и вообще можно вымыть посудомойку в тех местах, где посудомойка не достает, например, струйками или что-то еще. Посмотрите опять же на наличие жира. Потому что жир имеет свойство разлагаться, вы это хорошо все знаете, и со временем с посудомойки появляется характерный запах. Особенно, когда она у вас пару дней стоит. Запаха из посудомойки быть не должно. Стиральная машинка. Мы уже как-то об этом с вами говорили, где ее можно почистить. Но классика жанра это порошкоприемник, который вы вынимаете. И когда вы заглядываете, посмотрите наверх. Особенно, если вы часто пользуетесь ополаскивателем. Когда подается струйка воды, у вас ополаскиватель, этот ополаскиватель там разбрызгивается. Когда вы вытащите порошкоприемник и посмотрите вон туда вот наверх, вы увидите большое количество черной такой слизи, грязи, плесени и всего остального. Вот это место тоже самое, какой-то микрофиброй тряпки почистите. Второе место, которое кроме фильтра, естественно, вы же фильтр чистите. Кстати, и внутри там тоже можно почистить тоже тряпкой, когда вы его полностью вытащили. Но это как бы мелочь. Самое грязное место в стиральной машинке, которое никто никогда почти не чистит. И оно вызывает максимальное количество запахов. Это грязь за внутренней, не внешней, стороной резинки, которая у вас не к люку примыкает, а к баку. Особенно по бокам, полумесяц нижний. Если внизу она как-то там еще иногда вымывается, то по бокам, вот этот вот полумесяц слева и справа, то когда вы туда засунете руку, вы увидите, там иногда сложно, она очень жесткая эта резинка. Вы просовываете руку между резинкой и железным вашим баком, который вращается, и резинку на себя выгибаете. Не волнуйтесь, вы ее не снимете. И вот в этих местах слева и справа, приблизительно на уровне середины, чуть-чуть ниже, обычно там такое количество этой гадости. Вот так вот пальцем проводите, а там просто сантиметры. Сантиметры бактерий, которые живут там, они питаются, вы их поете, кормите хэбэшными, особенно тканями. Вы им даете что попить, а если вы еще стираете на низких порошках, то вы еще их и греете, вы их лелеете. Вот это то место, которое вам нужно почистить. Вверху почти обычно ничего не остается, а внизу там тоже просто все зависит опять же от температуры, от интенсивности стирки. Вот, раз на раз не приходится. Соответственно, у вас что остается? Последнее, вот мы поговорили про стиральные машинки. Последнее, что у нас есть, и вы можете почистить, но я не представляю как, это ваш любимый системный блок, компьютер. Его желательно не чистить пылесосом, объясняю почему. У пылесоса есть такой фактор, как статическое электричество, за счет того, что он не заземленный, там пластик. Он не статически проводный. Соответственно, если вы, не дай бог, коснетесь в этот момент какой-то видеокарты, памяти или что-то еще, которые работают на 3,3 вольта, и сейчас обогнать бы. И у вас статику пробьет, вы можете покалечить компьютер. Ну, вряд ли, но такие шансы, конечно, есть. Поэтому вам желательно вынести его там в коридор, на улицу, что еще. Если у вас есть компрессор, замечательно. Нет, можете отвезти на шиномонтаж. Чтобы вам там продули продувочным пистолетом, то есть там, где делают, у них всегда есть продувочные пистолеты. Привезти системный блок, я понимаю, что это сложно, и вам его за 30 секунд продуют капитально. Особенно, что это касается блока питания внутри. Для чего? Дело в том, что пыль, она не является хорошим теплопроводящим материалом, сколько букв Р, то со временем у вас просто может это привести к перегреву компонентов и выходу их из строя. В основном это связано с тем, что при высокой температуре начинают сохнуть конденсаторы, которые влияют на линии питания. Ну и, короче, в итоге это все плохо заканчивается. Плюс, как бы, вообще эта пыль, и желательно, потому что компьютер является сборщиком пыли, по той простой причине, что он имеет свойство оседаться, особенно из-за статики, той же статики, и того, что он постоянно через себя дует кофе. То есть он у вас работает, как такой маленький пылесос с домик. Вынесите его, по крайней мере, если нет, то хотя бы просто продуйте. Помните, больше всего пыли у нас в лопастях вентилятора видеокарты, в процессоре и в блоке питания. Там сумасшедшее количество пыли. Поэтому идеальный вариант взять компьютер, заодно протереть там рядом, возле компьютера, отвезти его на любой шиномонтаж и попросить их дать им, не знаю, 5 гривен, чтобы они продули пистолетом. Вы обалдеете от того количества пыли, просто вы будете в шоке, которое выйдет с вашего компьютера. А ведь вы этим дышите. Поэтому это было топ-5 того, чем вы можете заняться на карантине по технической стороне этого вопроса, тем, чем бы вы обычно, в обычные дни никогда бы не жаловались. Поэтому не упустите свой шанс и используйте время мудро, а не так, как некоторые их до сих пор интересуют, будет ли Хуан и Анита вместе. Я про сериалы. Потому что вообще это хорошая возможность сейчас людям заняться само собой, заняться теми делами, которыми они обычно не занимаются. Но некоторые, пардон за вопрос, пардон за мой французский, просто просирают это время в прямом и переносном смысле этого слова. Поэтому мудро используйте ваше время. Надеюсь, вам это было полезно. Друзья, ставим колокольчик. Ну и вы помните, подписываемся, пишем комментарии и все остальное. Все. Божьи к вам благословения. Я надеюсь, что вы хотя бы пару пунктов из того, что я перечислил, вы реализуете. Это будет для вас полезно. Все. Пока. Я уже почти приехал. Субтитры сделал DimaTorzok